Гестационный сахарный диабет Гиперликемия у беременных встречается в среднем в 7% случаев После родоразрешения толерантность к глюкозе обычно нормализуется Но у 40-60% женщин спустя 10-12 лет развивается сахарный диабет 2 типа При беременности изменяется углеводный обмен Так как плод нуждается в энергоресурсе, главным образом в глюкозе В норме характерное состояние ускоренного голодания Из-за непрерывной передачи глюкозы к плоду через плаценту С помощью транспортеров глюкозы глют-1 и глют-3 путем облегченной диффузии При этом плацента остается непроницаемой для материнского инсулина Происходит быстрая утилизация глюкозы матери И ее уровень в крови падает быстрее, чем до беременности Со второго триместра плацента синтезирует стероидные гормоны Горан почечников больше синтезирует кортизола При одновременном изменении метаболизма и тканевого эффекта инсулина Инсулина активно разрушается почками, активируется инсулина за плаценты Это приводит к состоянию физиологической инсулинорезистентности И компенсаторной гиперинсулиной мии С помощью этого поддерживается уровень глюкозы, который необходим для фетоплацентарного комплекса Однако сохранение нормальной толерантности к глюкозе возможно при наличии Достаточного запаса материнских бета-клеток и их нормальном функционировании В условиях физиологической нормы для преодоления инсулинорезистентности И поддержания нормального уровня глюкозы Происходит компенсаторное повышение секреции инсулина клетками поджелудочной железы Масса бета-клеток при этом увеличивается на 10-15% Если же у женщины функциональный резерв бета-клеток поджелудочной железы недостаточный Выявляются скрытые дефекты инсулинового аппарата Что в итоге может проявиться развитием гестационного сахарного диабета Целью исследования было проанализировать клинические данные биохимического анализа крови Пациентки с гестационным сахарным диабетом В качестве примера были взяты результаты биохимического анализа крови пациентки А Со сроком гестации 33 недели и диагнозом гестационный сахарный диабет При поступлении на стационарное лечение Лабораторное подтверждение гестационного сахарного диабета Основано на выявлении в плазмаминозной крови высокого уровня глюкозы Помимо уровня глюкозы был проанализирован липидный спектр Так как физиологическая гиперлипидемия Характерная для поздних сроков гестации Усиливается во время беременности Осложненной сахарным диабетом Концентрация свободных жирных кислот возрастает Под влиянием стероидных гормонов Что способствует усугублению печеночной инсулинорезистентности Результаты анализа пациентки представлены в таблице В которой можно увидеть повышение уровня глюкозы в периферической крови 7,2 ммл она составила при норме до 5,1 ммл Уровень триглицеридов составил 4,4 ммл При норме до 1,7 ммл Липопротеиды высокой полностью составили 2,8 ммл При норме до 1,55 ммл Липопротеиды низкой плотности составили 3,1 ммл Что соответствует референсным значениям Установленное повышение глюкозы и изменение содержания липидов Характерно для гестационного сахарного диабета Таким образом, лабораторные показатели исследуемого биохимического анализа крови Свидетельствуют о нарушении углеводного и липидного обмена у пациентки А Возрастающем риске акушерских осложнений И риске развития сахарного диабета второго типа в будущем Поэтому пациентке рекомендовано скорректировать питание С исключением легкоусвояемых углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом Также необходимо периодически контролировать уровень глюкозы и липидный спектр Спасибо за внимание